Выпуск подготовлен благодаря страйкбольному магазину ТОПГАН. Огромное спасибо моим информационным партнерам. Всем привет! Добро пожаловать в очередной трещий обзор. Меня зовут Василий и сегодняшнюю передачу буду вести я. А говорить мы будем сегодня о электроприводе G36CV. Самого привода у меня конечно нету, но можно посмотреть на него вот на этой картинке. Итак, G36CV выполнен целиком из пластика с металлическими частями. Развелось тут обзорщиков. Всем здорова и добро пожаловать в очередной трещий обзор. Как уже сказал мой коллега по цеху, сегодня мы будем рассматривать G36CV от компании Umarex. Или Umarex. Кому как больше нравится. Эта немецкая компания, относительно недавно появившаяся на рынке, выпускает электропневматические приводы. А также в их репертуар входит сигнальное оружие. Ну и даже спортивное, насколько я помню, оружие. Главный штаб этой компании находится в Германии. Следовательно, производителя можно считать немецким. В первую очередь скажу, компания Umarex работает по генеральной лицензии от другой компании. От знаменитого Хитлера Коха, который делает абсолютно реальное оружие. Следовательно, продукция компании Umarex имеет боевые клейма на своих произведениях искусства. Продукция компании Umarex имеет клейма, как на настоящем оружии. Если мы присмотримся внимательно, то мы увидим клеймо. H&K, G36, CV, калибра 5,56 на 45. Разумеется, калибр указан настоящего оружия. И если совсем внимательно присмотреться, можно увидеть серийный номер данного оружия. На обратной стороне имеется еще одно клеймо, которое говорит о том, что это оружие все-таки пневматическое. Материалы, которые использованы при производстве данного привода. Это пластик, металл и отчасти резиновый F-100. Более подробно. Из пластика мы видим, что у нас выполнен боди, цевьем и выдвижной приклад. Кстати, в комплект к этому приводу входит еще один приклад, рамочный. К сожалению, в наличии у него нет, чтобы вам его показать. Также в комплектацию этого привода входит тактическая рукоять. Абсолютно бесплатная. И если вы позвоните прямо сейчас, в бункерный магазин на 350 а-ля 400 шаров. Кто сколько запихает. Если что, можно утоптать ногой. Затвор, который, к сожалению, выполнен также из пластика. И верхняя рукоятка переноска, которая тоже выполнена из ударопрочного пластика. На официальном сайте umarix.ru я нашел ссылку, где можно приобрести данный агрегат. В котором было очень интересное описание. Там было написано дословно вот что. Пластик, который использовался при производстве данной модели оружия, является боевым пластиком. То есть, этот пластик используется при производстве абсолютно настоящего оружия. Свяжу предание, но что-то верится мне абсолютно с трудом. Как по мне, так это обычный ударопрочный пластик. Пластик, пластик, пластик. Везде только пластик. Из металлических частей в данном приводе. Это внешний ствол и пламя-гаситель. Пламя-гаситель откручивается, на него ставится ППС. Приклад в данной модели является телескопическим. Имеет три фиксированных положения. Раз, два и, собственно, три. Сверху идет слегка прорезиненный пластик, который очень теплый. И хорошо к нему прижиматься холодной зимой. Он теплый, уютный такой и приятный на ощупь. Данная модель оружия имеет два режима огня. И третий, это, соответственно, предохранитель. А переключатель находится рядом с рукоятью. Он выполнен с двух сторон. Это первая. И второй с этой стороны имеет два режима. Это одиночный огонь и автоматический огонь. Сразу скажу, слабые стороны. Это довольно уверенный люфт у цевья. Легкий люфт у ручки переноски и прицельного приспособления. Кстати, очень интересно, прицельное приспособление выполнено в двух видах. Это прицел щелевой классический, как мы привыкли на АК. И диоптрический, то есть маленькая кругленькая дырочка. Преимущество данного привода. Он очень легко внешне тюнингуется. Он имеет три планки пикотения на цевье. И одну большую планку для оптических прицелов на ручке переноски. Самое главное преимущество данного привода я оставил напоследок. Это электрический блоупэк. Что это значит? То бишь, у этого оружия есть самая настоящая отдача. Незначительная, но чертовски приятная. Как она работает, я вам сейчас слегка продемонстрирую. Одной из самых интересных черт этого привода является одним из самых слабых мест его. Так как затвор выполнен с платья, то его надежность вызывает сомнения. Вполне возможно, что он может довольно просто сломаться. Хотя я сомневаюсь. Но также есть еще один существенный недостаток. При введении автоматической стрельбы, я попытаюсь вам это показать. При введении автоматической стрельбы зачастую затвор остается в открытом положении. Разумеется, когда вы в пылу схватки, вам не до этого. Вы не можете уследить за тем, закрылся у вас затвор, не закрылся. Это может привести к засорению самого привода и выведению его из строя. Для того, чтобы сбросить данную пружину, необходимо перевести в режим одиночного огня. Но на некоторых форумах я встретил очень интересную фишку. У данного привода нижняя кнопка, которая рядом со спусковым крючком, является активной. И вроде как бойцы пишут о том, что эта кнопка предназначена для сброса пружины. Но немного потренировавшись с ней, повозившись, я убедился, что на самом деле пружину в гире она не сбрасывает. Она просто нужна для того, чтобы зафиксировать затвор при регулировке хоп-апа. Ну и собственно, просто идет таким. Аккумуляторная батарея у нас находится в классическом варианте, как у всех моделей CIMA или Classic Army. Ну, в частности, модели оружия G36 находится в цевье. Он очень легко доступен. Для этого нам надо вытащить пин и снять само цевье. Под ним, как вы видите, размещается аккумуляторная батарея. Кстати говоря, в комплект аккумуляторная батарея не входит. Также будьте внимательны. Пин, который фиксирует у нас цевье, очень легко вынимается. И думаю, что существует шанс, что просто на него можно случайно нажать или ударить по нему. И он может впоследствии выскочить. Возможно, это я просто такой рукожоп. Самое главное преимущество данного привода – это быстросъемная пружина в гире. Да-да, вы не ослышались. Именно вот в этой малютке можно сменить пружинку. Для этого нам необходимо, во-первых, вытащить пин, который находится у нас рядом с прикладом. После этого сложить сам приклад, вытащить возвратную пружину, которая у нас отвечает за затвор, и выкрутить патрон, куда оставляется пружина. В заводской комплектации привод снабжен 130-сильной пружиной. То есть на выходе 0,20 шаром мы получаем свободный 125 метров в секунду, что очень даже неплохо для базовой комплектации. Очень качественно и свободно может выдержать 150-й тюнинг. Разумеется, как и любой другой привод, он требует шиминга. Ну а теперь, думаю, самое время пройти на наш импровизированный полигон и немного пострелять. Сегодня 5 апреля, воскресенье. Я выехал на полигон. У меня сломалась машина, поэтому мне приходится идти пешком. Меня убивает единственное, что сейчас чуть больше, чем полседьмого. Встал я в 5.30 и сразу пошел. Впереди еще много дел, но сначала надо пострелять. Ну вот, наконец-то я и дошел до своего места. По традиции, за моей спиной уже находится несколько шариков, по которым мы будем стрелять. Стрелять мы будем сегодня из Г-36 ЦВ. Сначала будем стрелять одиночными, потом автоматическим огнем. После этого мы постреляем немного по другим мишеням. И помните мое видео, когда я испытывал очки на прочность? Так вот, я нашел те самые очки, и теперь хочу их испытывать на прочность с каждым приводом, который у меня будет. Расстояние до мишени примерно 20 метров. Расстояние до мишени. Знаете, приятно так отдает в плечо И чувствуется, что держишь в руках хоть и игрушку Но, блин, это чертовски приятно, когда есть отдача Спонсором нашего сегодняшнего выпуска является Кефир Пискаревский Кефир Пискаревский Пейте с удовольствием, приобретайте здоровье Кефир Пискаревский Поначалу я был слегка обескуражен работой данного аппарата Как оказалось, аккумулятор, который мне выделили, уже подсел и довольно наниво отдавал свою энергию Кефир Пискаревский ну а теперь как и обещано проверка дрища очков надеюсь вы ее еще помните да но у меня все еще живая но будут проверены не только эта строительная маска но и другие строительные очки а также будут испытаны очки самые дешевые в ценовом сегменте которые представлены для страйкбола испытываем и сегодня с помощью g36 cv который в базе имеет 125 метров в секунду у меня 0 25 шар то есть на выходе будет где-то 110 метров в секунду расстояние от силы полтора метра об строительные очки за 100 рублей горе-луковые несчастье такое вот пополам как будто их просто не было использование данных очков очень опасно для вашего здоровья берегите глаза джентльмены и так у нас на испытаниях страйкбольные очки купленные в страйкбольном магазине за 300 рублей по старому курсу надо испытать теперь их посмотрим расстояние 2 метра 0 25 расстояние 2 метра 0 25 шар и также 125 метров в секунду удивительно но факт 300 рублевые очки показали себя с хорошей стороны осталось несколько следов от попаданий шаров которые к сожалению не стираются и уже выпуклые но несмотря на это лицо останется ваше целом и глаза станутся также на месте принципе пригодны для игры ну и напоследок на сегодня строительная маска купленная также за 120 рублей в строительном магазине в прошлый раз эта маска показал довольно неплохие результаты посмотрим как она поведет себя именно сейчас итак 125 метров в секунду 25 шар расстояние 2 метра я даже не знаю какие вам нужны еще доказательства вот кроме этого что использование строительных масок не просто опасно а катастрофически опасность стекло разлетелось на мелкие куски вот если бы они у меня были на глазах то мне пришлось бы все это выковыривать из собственного лица непригодный абсолютно непригодный я бы даже запретил их категорически использовать на играх не надо ребята прошу вас просто не надо ну и напоследок ставший уже традиционным небольшой бум у меня в руках мой любимый гороховый джет внутри тортуга 4 по вашу поехать быстро замечательно а yeah и и Итак, джентльмены, а также юные леди, я готов сделать некоторые выводы. Привод G36CV от компании UberX показал себя с довольно неплохой стороны, учитывая, что его цена на рынке составляет примерно 13,5 тысяч в среднем. Можно найти дешевле, можно найти, разумеется, дороже, кто хочет. Есть, конечно, выявленные у него болячки при переходе на автоматическую стрельбу. Частенько он просто замирает. Вот. А, ну, я сейчас аккумулятор отключил. Видимо, то ли контакт плохо доходит, то ли что. Приходится переходить на одиночный, а потом опять на автоматический для ведения огня. Я думаю, эта болячка не столь существенная, и она лечится. Были бы руки. Но, правда, это неприятно, учитывая то, что вы покупаете абсолютно новый привод. С полностью заряженным аккумулятором представляет из себя неплохую швейную машинку. Блоу-бэк работает стабильно и приятно ударяет в плечо. Я получил настоящее удовольствие, пользуясь данным приводом. А у меня на этом все, или почти все. Не забываем посмотреть мои предыдущие видео, а также подписаться на канал. Оставляем свои комментарии, свои замечания о том, что бы вы хотели видеть в следующем выпуске. А также поставьте палец вверх. Они мне очень нравятся. А на этом у меня все. Всем спасибо. И пока.